В этом году Мария Владиславовна Сикория исполнилась 90 лет. В 1936 году пятилетней девочкой она прибыла из Хмельницкой области Украины в Казахстан, в село Озерное Келеровского района Кокчетавской области. Вечером объявили сбор, а на следующий день польские семьи посадили в товарные вагоны и отправили на восток, вспоминает Мария Владиславовна. Власти сказали депортированным полякам, что их везут в теплые края. Но здесь их встретила суровая реальность, продолжительная зима и короткое лето. Прибыли в Казахстан ранней весной. Первые два месяца переселенцы жили в палатках, а летом женщины и мужчины из самана и глины построили себе дома. Всего были две комнаты, кухня и спальня. Мария Владиславовна тепло отзывается о казахах, которые первое время помогали переселенцам сеном. Дровами, продуктами питания. Приносили семьям, где были дети, лепешки, молоко, творог. Белили нас в палатки. По приезду, да? Да. Приехали, загрузили в палатки. У каждого была койка. А койка какая? Соломой набивали на Украине. Вот казахи все нам привезли. Показывали, берите, берите. Знают, что это. Один пошел, другой пошел, взял. Они говорят, берите, берите, берите. Им удружились. Очень с казахами мы жили. Очень хорошо. Душа в душу. Душа в душу. Очень хорошо. Привозили лепешки, ку, чтобы они выжили, их подкармливали. Это, конечно, тайком было, чтобы не знали власти, потому что не разрешали. Прибывшие поляки, как и немцы, через год адаптировались к местному климату и суровым условиям жизни. Взрослые были заняты физическим трудом, работали на ферме доярками, свинарками, строителями, разнорабочими. Старшие дети помогали родителям в полевых работах. В военные годы хлеба катастрофически не хватало. На уборочных работах дети прятали пшеничные колосси по карманам, сапоги, а вечером их перемалывали через жернова, пекли из грубого помола, сели лепешки. Отца Марии Владиславовны в 1942 году по доносу обвинили в краже пшеницы и отправили в лагеря. Вернулся домой через два года. Сама Мария Владиславовна, закончив три класса, пошла работать на ферму. Трудилась свинаркой, телятницей, дояркой. Отсюда ушла на заслуженный отдых. Сама одна вырастила двух дочерей, дала им образование. Сейчас живет со старшей Юзефой в городе Кокшертау. Мать и дочь не унывают и не жалуются на жизнь. Кто прошел войну, пережил голод, рады сегодняшнему дню, что в доме достаток, в стране спокойно. Вместе мирно и дружно живут люди разных национальностей. Мария Владиславовна с детства любит петь. Песня помогала одолеть трудности, обрести духовную стойкость, прибавляла силой. Поэтому с дочерью вечерами с удовольствием поют польские, русские и украинские песни. Все говорят, что старость не радость, а у меня седина на висках. Старею, старею, но я не жалею. Старею, старею, но я не жалею, но я не жалею об этом никак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова